здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий обычно наших программах мы говорим о политике с разными журналистами и до журналистами и политиками сегодня мы решили изменить этой теме и мы сегодня будем говорить о кино 27 августа была такая дата россии день рождения российского кино поэтому мы сегодня беседуем с российским журналистом телеведущим сценаристом автором книг эти разные разные лица короли комедий и многими другими кстати одним из создателей такого сайта аниматору а сергеем копком сергей владимирович добрый вечер добрый вечер здравствуйте можно просто сергей а сергей а из всех искусств для нашего важнейшим является кино владимир ильич ленин как вы относитесь к этой фразе но я люблю эту фразу потому что с какого-то момента просто посвятил жизнь кино я не помню точную фразу также как-то сказали что ее не так давно объясняли что нее переначали что она была как-то шире и больше эта фраза но мне нравится в том виде в каком есть сергей давайте вот начнем беседу с общей темы что такое советское кино а мы говорили с вами что будем говорить о прошлом а как бы вы оценили вообще успехи советского кино в двадцатом веке ну наш кинематограф как мне кажется я так как не имею ну так скажем киноведческого образования и вообще кинематографического образования в авгике не учился и историю кино ну и как бы не то что не изучал я ее читал по мере просто того как мне было интересно ее познавать самому поэтому я могу говорить не прописными истинными и не мыслями из учебников да а вот как я лично воспринимаю мне кажется что здесь из-за того что наше кино было свободно от коммерции из-за того что у нас не было диктата продюсеров так скажем какой есть сейчас на сегодняшний момент в кино было больше искусства но в то же время кино был очень сильным орудием пропаганды сильным идеологическим мощным орудием и вот как-то это сочеталось идеология которая порой очень далека было от правды сочеталась с очень серьезным культурным настоящим явлением потрясающими работами самовыражение режиссеров драматургов и конечно же моя любимая профессия это актеры вот вот так вот поэтому некоторые фильмы можно вообще не рассматривать это просто шлак а некоторые фильмы это настоящие шедевры произведения искусства но какие бы вы назвали например три сходу сходу это всегда самое сложное это примеры приводить но наверное опять же я могу говорить о себе только я под воздействием очень сильным там фильма калина красная это так скажем социальная драма да я считаю шедевром комедии это кавказскую пленницу и и сказать бы что-нибудь еще такое вот мой торговского или еще что-то но я небольшой поклонник сейчас меня многие возненавидят и отключатся от радио но я небольшой панат торговского но но фильмы хуциева фильмы чухрая вот как-то они настолько мощные что вот выделить что-то ну вот давайте тогда я скажу ладно там баллада солдате чухрая полностью согласен с вами сергей вы сказали что у вас нету специального кинематографического образования но мы знаем что вы очень много лет занимались судьбой советских актеров и связи с этим у меня такой вопрос как так получилось ну это может быть и философских какой-то степени вопрос почему многие актеры талантливые актеры получили все то есть и звание и премии и почет а другие актеры не менее талантливые допустим и арепина из капитанской дочки или изольда извицкая из 41 так и остались актерами одной роли с женщинами вот вы сразу привели пример так скажем красивых женщин на на вскидку здесь вел да здесь всегда вот именно с ними сложнее мы я чуть позже могу на эту тему порассуждать пошире если говорить об актрисах то конечно тут сразу несколько факторов первый фактор это у героинь также как и у героев мужчин очень недолгий век пока они красивы молоды и интересны если они подходят на роли социальных героинь советских если у них нет западного шарма да если они не комические не 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 красотки а если они именно социальные красивые грей не очень недолгий век если они не у не смогли перейти вовремя на возрастные характерные роли все это первое второе что с ними может быть это ужасный характер неуживчивый в конце концов начинается режиссеры перестают с ними работать о них идет слух с ними не хотят сотрудничать все как-то вот это отходит или же так совсем грубо если у них по наличном фронте произошел какой-то конфликт с режиссером она не ответил на его ухаживание все он я перекрыл как это много примеров с пырьевым да иван пырьев глава мосфильма глава союза кинематографистов очень многим актрисам перекрыл дорогу с извицкой как бы хуже еще произошло у нее там алкоголизм неизлечимой форме совершенно поэтому вот с актрисами вот так вот если говорить вообще о талантливых актерах и кто что получил кто нет обязательным условием для карьерного роста должно было быть членство в партии обязательным условием для карьерного роста был бы набор определенной ролей секретарей райкомов парткомов каких-нибудь вождей деятелей тоже если ты играешь в комедиях в сказках и если ты играешь отрицательные роли ты можешь вообще остаться без званий хотя все знают что ты прекрасный артист ну и надо за себя очень сильно бороться есть актеры которые ни разу не вошли ни в один кабинет и умерли вообще без какого-либо звания и даже в однокомнатной там квартире или в коммуналке сергей вот вы упомянули сейчас о том что одним из качеств актеров которая не давала возможности продвижения это был непростой характер а можно узнать пару допустим так фамилии не умоляя заслуг этих людей таланта заслуг этих людей а кто из актеров на ваш взгляд обладал вот таким непростым характером я имею ввиду актеров имею ввиду и мужчин и женщин естественно фу ху 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 да вот опять пример если бы вы мне заранее вы сказали какие-то вопросы я бы сейчас перед передачей вспомнил бы и рассказал бы сходу прям как сложно я делал в том что я очень давно переключился на мультипликацию на анимацию и настолько у меня так сказать все мои изыскания ушли в прошлое что я живу сейчас миром современных мультфильмов и и не только современных наших отечественных что уже с трудом могу вспомнить свои собственные книги когда мне приглашают рассказать о каком-то из моих героев о которых я писал я достаю книжку и начинаю перечитывать читают а говорю надо же как интересно ой это тоже я писал уже сложно сложно вспомнить я постараюсь по ходу по ходу разговора постараюсь какой-нибудь пример привести да ну понятно что сейчас первый кто приходит на ум изныне здравствующих это станислав садальский который постоянно в конфликте со всеми постоянно что-то очень неудобно и говорит пишет раньше он был еще скандальнее это был эпатаж был его стилем но это уже началось так скажем в девяностые да это уже когда после распада советского союза можно уже было очень многое чего было нельзя раньше а так тяжелый характер был у клары румяновой поэтому в принципе ее вообще перестали в какой-то момент снимать кино и она ушла в мультипликацию ее голосом как поздравим порядке бурашка заяц вну погоди паровозик из ромашкова характер тяжелейший и это отразилось и на ее личной жизни и на работе в кино насколько я знаю вот по моему и арепина была тоже довольно сложный в обращении но может сейчас еще кто-то вспомнится постепенно но вот так сергей а давайте вот возьмем более про проще вопрос чтобы вы в процессе как бы вспомнили а скажите а вот почему при наличии таких высочайших талантов советском кино и театры даже как ульянов как тихонов наверное они все-таки не стали мировыми звездами во многом отразилось на этом железный занавес когда приходили предложения нашим актером из-за рубежа после тех фильмов которые попадали так скажем на фестивале на каннский фестиваль до звали сниматься татьяну самойлову приглашение поступали вот вадимир и ваш шоу я знаю и жанне прохоренко поступали приглашение после баллада солдате но в общем это в это периодически происходило сами наши актеры об этом даже порой не знали потому что действовали через министерство культуры через дипломатические каналы и обсуждалось это наверху где-то в коридорах нет 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 а вдруг они там останутся у нас очень боялись эмигрантов эмиграции наших звезд потому что балетные были самые неблагонадежные после очередных гастролей кто им сбегал это всегда был скандал внутри страны что что теперь о нас там будут говорить что у нас здесь не не несчастливые люди да это очень боялись и очень если если человек казался неблагонадежным то с его не отпускали иногда очень редко в соц страны и или даже в кап страны отпускали проверенных людей у нас был было несколько актеров анатолий соловьев сейчас даже сразу так и не вспомнит такого актера но был такой большой играл фильме чрезвычайное происшествие чп и не читают героев и те не читают в базе вот ну вот ему разрешало сниматься белябскому разрешалось сниматься я думаю что их проверяли там папа линии кгб они сдавали какие там экзамены что и можно но это были не те актеры которых хотели видеть конечно за рубежом а тех кого хотели тех просто не пускали все вот это была самая основная причина наверное сергей почему она ваш взгляд фаина раневская великая актриса как бы вы это определили здесь всегда когда речь идет о каком-то неординарном таланте это касается режиссеров и писателей так далее есть какой-то магический порошок то есть то что не невозможно разложить по полочкам и объяснить математически вот присыпано магии и все вот смотрит смотрим в эти глаза глаза раневской мы видим какую-то такую большую глубину которая намного сильнее пронзает намного больше говорит чем ее фразы которые она произносит вот есть ее домработница несчастная маргарита львовна фильме весна но комический персонаж произносит какие-то совершенно дурацкие фразы на уровне анекдота а мы ее так любим потому что в ней сочетается помимо клоунского юмора в ней сочетается колоссально трагическая очень большая женская история драма какая-то да несчастная одинокая женщина и мы ее и любим и жалеем и и все это вместе и сочувствуем и мы ее понимаем и вот все роли которые она играла в кино их было очень мало и маленькие большие они все с двойным стройным дном и фильм может даже забыться араневская останется у нас перед глазами как она это произносила любую фразу как она и оттачивала самое главное какие у нее были глаза все в них проваливаешься и кажется что так больше никто не сможет те кто видел ее на сцене я к сожалению в силу возраста не не успел ее увидеть на сцене но те кто видел дальше тишина или ее последний спектакль правда хорошо а счастье лучше говорят что это просто настолько незабываемое зрелище что прошло уже там 40 лет а люди помнят каждую ее фразу на сцене вот это вот наверное есть величайшие что вот сергей если продолжать тему слова велики всегда идут споры кому можно присваивать это слово это слово да кому нельзя на ваш взгляд савелий краморов великий актер или просто талантливые хорошие выдающийся как бы вы оценили его талант на мой взгляд он хороший талантливый индивидуальный великим конечно же назвать нельзя но я не считаю что все должны быть великими должны быть при этом рядом с великими обязательно должны быть и просто артисты профессиональные хорошие и должны быть очень яркие индивидуальности ни на кого не похожи вот я как раз таких больше всего и любил больше даже чем великих вот если это ни на кого не похоже если это что-то штучное пусть даже нелепая пусть просто фактурная мне интересно наблюдать за этим человеком мне интересно что рядом никого похожего нет этой савелий краморов это и алексей смирнов наш замечательный макарыч из фильма уйдут одни старики это маленький нелепый наш траги комик михаил светин ни на кого не похожи совершенно это конечно же абсолютно штучная татьяда ивана пельцер но ее можно назвать наверное великой потому что конечно ей все подвластно было но такие как краморов конечно индивидуальности ведь их вообще никто не заменил абсолютно вот как как бы ни было это банальная фраза так и произошло вот все кого я перечислил почему-то никто на их им на смену не пришел пришли другие на мой взгляд менее яркие менее интересные сергей вы написали прекрасную книгу эпизодники как раз в предыдущем вы упоминали таких актеров а как получалось что актер начинал очень хорошо был известен популярен потом в их биографии часто написано перешел в эпизодники это было связано с финансами говорят что эпизодником платили больше это было связано с скажем с личными вопросами ну например уходит талант до пропадает талант или человек начинает употреблять какие-то средства и менее становится вот даже к этому вопросу я бы прицепил еще такой маленький вопрос несколько слов об александре демьяненко человеке который начинал просто феерически а в конце как мне кажется все-таки был в каком-то смысле забыт благодаря одной роли например но здесь опять же несколько причин могу их все назвать а иногда действительно актер на пике славы может начать злоупотреблять спиваться ним не не может себя уже контролировать с ним никто не хочет связываться и он случайным заработком переходит и погибает это один из путей другой путь это на сменились сменилась эпоха как это произошло там в 90 и какой-то типаж стал неинтересен новому времени постепенно человек тоже как-то его все меньше и меньше приглашают и и все третья причина это вот то что произошло с демьяненко это когда очень сильная была какая-то роль настолько сильная и мощная что вся страна все зрители начинают этого актера называть не настоящим именем а по имени его героя и уже кажется режиссером прежде всего кажется что актер больше ничего не сыграет и его образ помешает тем ролям которые ему хочет предложить режиссер что он уже перекроет прошлый образ помешает воспринять его в этой роли это ошибочное совершенно мнение но против этого стереотипа еще режиссеры так и не научились как-то сопротивляться вот поэтому вот их несколько таких причин и они все грустные но у демьяненко которого я очень сильно люблю и я считаю что он конечно был артист большого диапазона но все-таки когда говорят что он больше не снимался после шурика это неправда потому что есть сайты где можно все фильмографии посмотреть у актеров у него не было года чтобы он не снимался и порой было по три по четыре фильма каждый год где он работал другое дело что это были не яркие фильмы не такие фильмы в которых он прозвучал это были там в основном лен фильмовские произведения там на производственные темы то он там играет как он начальника цеха то он играет милиционера то он играет какой-то пьяного соседа то он играет папу директора пионерского лагеря то есть вот такие вот роли их было много но они не 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 были не были в эти фильмы не были популярными и отсюда впечатление что он пропал нет к счастью не пропал и и работал на озвучивание много и на дубляже но вот такая печальная судьба конечно что могло бы быть больше насчет денег насчет денег тут советские годы же была ставка у всех у каждого актера и она повышалась со временем она не понижалась никому не могли платить меньше чем он уже получал если он имеет высшую категорию если он имеет звание заслуженного артиста все у него есть вот это вот денежная шапка ниже которая уже не опустится выше можно расти поэтому все стремились стать народными артистами перейти вот следующую категорию так это как не было рынка и поэтому как косить сегодня сколько ты скажешь столько тебе и заплатят такого не сергей главная проблема американских и европейских актеров было есть и будут наркотики ничего с тех времен не поменялось единственное что в свое время боссы крупных киностудий все это как говорится скрывали как с этим обстояло в советском кино то есть мы знаем по поводу алкоголя и мы знаем по поводу наркотиков но будем будем так быть допустим владимир высоцкий на сегодня на сегодняшний день мы знаем что он у него это была проблема как она обстояла насколько серьезно обстояла проблема наркотиков советском кино или ее не было может мы ошибаемся значит это о наркотиках стали говорить наверное у нас где-то может быть в середине 90-х в конце 90-х и вообще это слово в принципе в ходу было наверно только где-то у элиты мало кто в принципе знал и обычных людей а то что такая проблема там существует и а про актеров так как у нас в принципе не писали ничего о личной жизни и о том как они живут у кого какая семья там и кто что в чем провинился это все стало более-менее где-то в середине нулевых благодаря там желтой прессе или передачам стало что-то известно так из известно не было ничего и даже надо сказать вот на сегодняшний день когда судьбы переворошат актеров и даже приписывать им то чего не было я очень мало и очень редко что-то слышу о наркомании среди вот актеров алкоголь и все вот алкоголь разрушал их жизни самые страшные истории тому олега далее которые умер в 40 лет до или тому юрий богатырева не помню 42 44 сколько ему было вот все вот алкоголь алкоголь про наркотики кроме высоцкого в принципе не могу ничего сказать не знаю а сергей мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу не отключайтесь пожалуйста и мы продолжим нашу беседу спасибо мы возвращаемся программу политинформания радиостанции народная волна чикаго ведущие эдуард брумер и геннадий брумер а сергей продолжаем разговор вы с нами да 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 а сергей давайте вот вернемся к тому что вам по-настоящему нравится короли комедии а известно а может быть это легенда что посмотрев известный голливудский фильм про тройку таких как бы немножко отмороженных до отмороженных до studios один из партийных лидеров сказал почему бы нам не иметь вот что-то подобное для советского народа и гайдай шикарнейший прекраснейший талантливейший режиссер нашел вот таких вот известных артистов и сделал свою советскую тройку трус балбес бывалый прекрасные актеры юрий никулин георгий вицын и евгений моргунов могли бы сказать вообще немножко об истории этой тройки и как и вот немного об этих актерах да конечно это одна из моих любимых тем дело в том что леонид гайдай когда снял самую первую свою комедию жених с того света о бюрократах чиновниках и это была очень такая злая и едкая сатирическая комедия где в главных ролях играли ростислав плят и георгий витцин лично министр культуры был тогда михайлов он возмутился просто страшно он лично заставил порезать эту комедию выкинуть очень много сцен было спущено распоряжение критиковать ее в прессе партийные газеты писали гневные статьи и в общем то оставили это фактически короткометражку сделали из фильма когда я очень тяжело переживал у него был чуть ли не инфаркт он уехал к себе на родину забрался в дом к родителям на чердак и в иркутске и там сидел страдал и перелистывал подшивки старых газет и в одной из таких газет он увидел сатирический стихотворный фильетон браконьерах трех браконьерах которых там звали гаврилы данила в общем какие-то такие древнерусские имена и он подумал что вот может быть как-то его может вернуть в кинематограф отсылка к нему кино сделать вот по мотивам фильетона про трех браконьеров какую-нибудь эксцентрическую комедию с погоней с трюками с гэгами и без слов это никого вроде бы не обижала бы тогда он сел и за несколько там часов написал такую вот 10 минутку просто погоня и все пришел к пырьеву на мосфильм а пырьев как я уже говорил одних людей мог уничтожить но кого-то он обожал идти ну вот он обожал молодых гайдая и эльдара рязанова и частых выручал и давал им всегда подставлял плечо помощи и вот он сказал давай вот тут вот я те не могу выделить какие-то деньги средства прям большие на эту комедию у нас запускается альманах комедийный который называется совершенно серьезно вот давай тебе 10 минут я тебя вставлю в этот альманах на обрезках пленки снимай эту комедию то есть не целой пленки а вот то что не пошло в производство там метражами засчитали не минутами не секундами а метражами вот где-то осталось там метров пятьдесят где-то метров десять где-то там еще сколько-то метров он это все склеил и пошел снимать этот фильм если говорить о троице то вот собственно это конечно же никто не видел никаких голливудских комедий на тот момент чтобы могли подражать это просто было выдумано гайдаем на чердаке в иркутске и когда он стал собирать троицу он их по внешнему виду на какой-то вот так сказать мало того чтобы отталкиваться от этих кличек трус балбеса бывалый так еще чтобы этот ансамбль сочетался внешне он сразу же твердо знал что будет играть витсон с которым он уже поработал и которого он обожал и потом из фильма фильм переводил он искал на роль балбеса какое-то время актера ему посоветовали сходить цирк посмотреть на никулина вот видишь какой-то балбес и когда не гайдай пришел в цирку видел никуль искал все балбеса я нашел больше искать не будет она роль бывалого он учился он хотел какого-нибудь возрастного артиста он предлагал михаилу жарову он предлагал ивану любезнову но те отказывались потому что они уже были очень старые и не очень старые но бегать бегать они уже столько не могли для них физически это было тяжело и он извелся он перепробовал человек двадцать-тридцать и тут пырьев опять же когда узнал что гайдай мучается на на роль так сказать бывалого а он знал маргунова очень хорошо и хотя евгений сандж был самый молодой в этой компании наоборот хотя он хотел чтобы это было когда хотел чтобы был самый старый пырьев сказал бери маргунова заканчивай поиски начинай снимать фильм я его утверждаю сказал ты не надо сказать что конечно же несмотря на то что это сложился действительно идеальный ансамбль идеальная комическая трио масок у нас больше не было ни до ни после такого уровня колоссального комического трио масок как как были они гайдай так и не смог найти общий язык с маргуновым и они довольно часто ссорились и вот если возвращаться к вашему вопросу у кого был тяжелый характер да евгений маргунов один из самых ярких примеров неуживчивости и порой даже неадекватности поступков никто не мог и он сам порой не мог объяснить почему в данный момент поступает так он жил какими-то порывами он мог человека озолотить облагородить помочь врачами связями чем угодно и также мог припечатать обидеть оскорбить очень неприятно просто потому что у него в данный момент такое настроение жена его вспоминала и говорила что это диабет так на нем конечно отразился на его характере во многом но он был очень такой полярный человек вот они трое составили это колоссальное трио они не были в жизни друзьями они никогда у них вообще ничего общего не было они были совершенно разными людьми георгий михайлович вицын это философ который прочитал все наверное труды всех мировых философов древних и и это использовал применял своей жизни он был йог он жил по законам йоги он был нелюдимый он был романтик он не выпивал вообще он не любил компании вытянуть его на какие-нибудь презентации или там премьеры было почти невозможно вот такой был странный человек юрий никулин это был как мы знаем душа компании любой человек праздник для него было важно чтобы все были в хорошем настроении у него постоянно в кабинете когда он стал директором цирка толпились люди и цирковые и не цирковые приходили за помощью он всем пытался помочь чем мог в общем он всегда на виду евгений александр шмургунов это вот как я уже говорил эпатаж это человек которого многие избегали многие не подавали ему руки и старались очень редко его звали в кино и он как-то сам поставил в какой-то момент крест на своей карьере в том плане что он не добивался ничего не просил ни у кого и жил в свое удовольствие он от роли бывалого взял все что мог он мог войти в любой кабинет стукнуть любого начальника по плечу как старого друга и сказать ну-ка давай мне ему давали может как перед его вот этим напором рабели да и в общем то вот такие три разных человека к счастью к счастью когда в девяносто по моему четвертом или втором году где-то так такой клоун и поклонник их владимир цукерман открыл музей трех актеров посвященный вид сну никульной мургунову они впервые за много лет сошлись все вместе приехал гайдай они все вместе обнялись просили друг другу все обиды и как то вот есть фотографии где они все вместе четверо большое счастье сергей прежде чем задать следующий вопрос я хочу пояснить почему я его задаю я хочу чтобы мы на советское кино посмотрели широко открытыми глазами мы не ищем какой-то клубнички или что-то такое чтобы можно было как-то на этом спекулировать но вот если брать голливуд много десятилетий очень много десятилетий студии скрывали нетрадиционную ориентацию своих звезд и это было понятно почему это сказывалось на гонорарах это могло сказаться на очень многих вещах потому что общество было в то время довольно консервативное и вот связи с этим вопрос было ли проблема нетрадиционной ориентации а в советском кино потому что вы общались большой большой группой старых актеров советского кино может вы что-то об этом знаете опять же также как и наркотики тема была настолько закрыта и в прессе вообще не только что касается кино а вообще эту тему как будто бы ее у нас нет да у нас не было секса у нас не было наркотиков у нас не было однополой любви они даже и многие люди не знали что такое существует и поэтому конечно же если в мире кино что-то и знали то как-то это не говорили не афишировали только сейчас вот последние лет там не знаю 20 может быть раскрываются кто был так сказать кто любил как правильно сказать кто был не традиционной ориентациях да и здесь опять же много непонятного потому что было это или нет наговоры это или правда кто знает вот там вокруг георгия миллиарра до сих пор идут споры каким он был одни люди мне говорят что нет нет он был абсолютно традиционным человеком просто вот у него была несчастная любовь молодости которая отразилась на том что он потом много лет был одиноким вот 65 лет он женился на женщине уже у них не было никакого секса но я общался с его женой вот последний так сказать и она ним говорила только в великолепных красках и совершенно не не согласна с тем что у него там в молодости была какая-то тяга к мужчинам да а другие утверждают нет наоборот вот он был таким где правда это нигде не зафиксировано никто не знает если допустим был шикарный артист григорий шпигель какую роль то напомнить такой бриллиантовая рука бриллиантовая рука да они с каневским стоят аптекари да вот шпигель о нем написала в своей книге лидия смирнова который с ним очень дружила и она очень нежно написала о том что он был вот одиноким человеком что он не скрывал свою ориентацию но не мог себе позволить ни за кем ухаживать поэтому был так сказать вот несчастный одинокий но она его любила как брата и ухаживала за ним и как как бы поддерживала его вот она это раскрыла и говорит о том что об этом знали в принципе все но как-то относились к этому снисходительно и шпигель работал до последних дней своей жизни и снимался в кино и озвучивал мультфильмы и не было у него никаких преград также как и юрий богатырёв сейчас тоже очень много об этом говорят его так сказать одиночестве и сексуальных страданиях но это что же никак не отразилось на его карьере совершенно поэтому я думаю что это не мешало им работать если они не нарушали так сказать табу отношений табу да если они так сказать вели себя скромно никому не мешало сергей давайте перейдем теперь мультипликации к прекраснейшему виду искусство видео искусство кино до мультипликация хочу похвалиться что несколько месяцев назад в нашем эфире был прекраснейший режиссер и человек гарри барди он намного рассказывал о своих работах и он классик советской и российской мультипликации а как как вы относитесь во первых к его творчеству может вот ваш взгляд со стороны и какие бы вы выделили в советской мультипликации победы такие какие-то то что родит может быть с голливудом голливудскими мультипликации уолт диснея а но смотрите по порядку да гарри аквилич бардин безусловно наш классик к счастью действующий и очень оригинальный человек со своим лицом режиссер со своим лицом он актер же по образованию да по первым поэтому он не особо может быть стремился что-то открыть в плане визуальных достижений многие же делают акцент на использование технологий технологий придумывая что-то в рисунке для рисованных мультфильмов там где-то использовать краски необычные где ты но это вот советской сейчас уже все пользуются компьютерами естественно а тогда все ставили эксперименты с визуальной частью во многом гарри аквилич больше увлекся кукольной анимации и возможностями они стоп-моушен так называемый покадровой предметной анимации поэтому него веревочки стали людьми спички стали людьми посуда изображала взаимоотношения людей до застолье он вот сделал акцент на возможностях того на чем никто раньше не пользовался в кино ему интересно было попробовать вот такие вещи и акцент конечно же еще и на озвучки потому что он сам актер и в его фильмах очень большую роль играет саундтреки и как музыкальные так и диалоговые и там первая банкет мультфильм который я очень люблю это просто вот застолье так сказать в том виде в котором мы его все прекрасно помним советские годы все узнаваемо и очень смешно или любимый до сих пор летучий корабль мюзикл мюзиклов у нас было совсем немного а здесь пели песни до сих пор живы исполняются в концертах так что все отлично и вот особенно конечно это раннее творчество то что делает гарри яковлечь сегодня снимает вот на деньги своих зрителей краудфандинг собирает да и и снимает кино ну кажется немножко уже таким устаревшим лично мне кажется немножко архаичным и очень таким прямолинейным ушла пропала куда-то вот это тайна неожиданность все заранее почему-то предсказуемо когда смотришь фильм это печально но это нормально потому что режиссер не может вечно удивлять режиссер просто может стать таким крепким ремесленником продолжать делать качественное кино плане профессии вот это вот как бы то что мне кажется а что касается вообще нашей анимации да у нас от диснея самое главное отличие в чем дисней создавал коммерческую анимацию он этом зарабатывал он создал большую империю со своими очень жесткими законами где каждый кадр не выкидывался потом в топку а сохранялся где-то в стеллажах и если нужно потом снять какой-то фильм где есть танец или где есть романтическая сцена зачем ее рисовать стуля когда она уже нарисована они брали аниматик они брали готовые сцены просто перерисовывали на них других персонажей на этом экономили кучу денег это все только вот была коммерция и запускали дальше все очень очень у него было в этом плане строго очень похожие персонажи очень похожие движения в каждом мультфильме у нас же анимация была авторской всегда в советском союзе на ней деньги государства не зарабатывала частного капитала на ней тоже не было поэтому все самовыражались государство давало на анимацию определенное количество денег снимайте на определенные темы темы утрясались с министерством значит сказка народная современная сказка что-нибудь посвящение революции годовщине что-нибудь про школу и какую-нибудь воспитательную комедию там где наказано бы зло было а добро побеждала для малышей вот такая разнарядка приходила и дальше режиссеры во главе со сценарным отделом с редакторским разбирали кто чего будет снимать или на эту тему подтягивались какие-нибудь хорошие книги которые авторов которых никто не печатал они на союз мультфильме выживали благодаря этим заказам за уши притягивали какую тему можно с ней и все и здесь режиссеры ставили эксперименты рисованные кукольные пластилиновые искали новые жанры искали новые возможности визуальные и рождались такие штучные короткометражные шедевры которые сегодня в принципе никому не нужны сегодня не телевидение не показывает авторскую короткометражную анимацию не кинотеатры не берут в сборнике не про не не прокатывают да этим нужно только сериала тем нужны полные метры все авторская наша анимация к сожалению сейчас никому не известно а тогда она конечно же была на ней только она и была другой анимации у нас не было западная до нас почти не доходило а диснея нам не показывали дисней был слишком дорогим для советского союза его не закупали не прокатывали и мы например я увидел белоснежку уже будучи взрослым человеком но где-то наверное когда вот пиратские видео появились то есть где-то году 80 там восьмом восемьдесят девятом я только увидел диснеевский мультфильмы до этого я не видел ничего так что вот такая история если говорить о шедеврах то конечно вспоминается снежная королева которая потрясла весь мир и по моему до сих пор ее любят и по и в америке и в дании и миядзаки говорит что он в большим впечатлением стал режиссером под большим чем от снежной королевы заколдованный мальчик тоже у нас немного было полнометражных мультфильмов но вот заколдованный мальчик по мотивам сказки сальмы лагер лев путешествие нильса с дикими гусями до шедевр просто история одного преступления федора хитрука вини пух федора хитрука которого знают очень мало в мире он же был так сказать снят без соблюдения авторских прав поэтому никакого мирового проката вини пуха не было но когда федор савельевич с ответным визитом с каким-то поехал в америку пришел на студию диснея и показал свою версию вини пуха режиссер американского вини пуха сказал твой лучше чем федор савельевич очень гордился всегда вот так что у нас конечно есть чем похвалиться сергей вот для нас с генной а главным мультфильмов мультфильмом детства был ну погоди я думаю что в принципе для вас наверное для очень многих а мы когда смотрели этот мультфильм мы не задумывались о том что это заимствование не заимствование и так далее так далее нам нравилось нравились герои если можно пару слов о вячеславе котеночки не которых сожалению сегодня забыли да значит здесь была интересная ситуация в чем это 1969 год это оттепель закончилась советском союзе но отголоском стало рождение в один год на союзмультфильме сразу нескольких шедевров вот такого богатого урожайного года не было больше никогда ни до ни после это шестьдесят девятом году вышли бременский музыканты самый первый мюзикл вообще в советском союзе не только мульт но и вообще кинематографический это вышел вини пух хитрука это вышел умка это вышел малыши карлсон это был первый сборник веселой карусели который до сих пор производится на союзмультфильме сборники веселой карусели там антошка антошка и так далее и это вышел первый выпуск ну погоди но погоди чем был тогда для нас необычен и революционен этот цикл который тогда еще как цикл не запускался это был так скажем первый трюковой гэговый мультфильм до этого все мультфильмы были поучительные познавательные воспитательные какие угодно но но трюковой гэговый мультфильм тупо погони и больше ничего такого не было до этого поэтому конечно детей это сразило и тут надо сразу оправдать вячеслава михайлович котеночки но он не видел никакого том и джерри том и джерри в принципе у нас стране тогда тоже никто не видел когда его увидели с появлением видеомагнитофонов и стали говорить а вот откуда это все это конечно неправда сын вячеслава михайловича показал ему том и джерри говорит о посмотри вячеслав михайлович посмотрел скал ерунда какая-то и ушел интереса никакого у него дома джерри не вызвал того момента вот но это значит во первых как игрок трюковая комедия во вторых это был очень социальный мультфильм с такой колоссальной социализации зверей когда наш современный советский город где все узнаваемо вот в одной серии там стадион другой серии парк культуры в третьей серии останкинский телецентр то есть чего только не все что вот она вокруг нас здесь это было задействовано в погоне очень социально узнаваемые типы стиляга хулиган волк парень с гитарой брюки клеш который сидит во дворе с ерошенными длинными волосами поет черти что и задирается сигареткой в зубах задирается прохожим да вот он все узнавают это узнают этого типа и мелодии которые конечно меломан страстный меломан котеночкин собирал где он только их не собирал и и все это все что звучало все что было очень узнаваемо все это использовалось в фильме поэтому конечно вот ну погоди это вот такой мощный совершенно срез времени и очень новаторское кино по тем временам и его так полюбили и стали заваливать просьбами мешки с писем приходили москва кремль котеночки ну понимаете и доходили до союзмультфильма потому что все знали где искать котеночки на стороне сергеевка в почти в конце наши передач остается две минут буквально две минуты кого вы назвали совершенно не оцененным советским артистом большого таланта но не оценили артисты сразу меня приходит в голову анатолий кубацкий даже я думаю мало кому эта фамилия известна это артист который играл сказочных королей его поп 77 в королевстве кривых зеркал который играл гениально водокрута водяного в марии искусницы который играл щит и меч генерала контрразведки который играл дело было в пенькове дедушку это был настолько интересный актер с потрясающим голосом голос безумно узнаваемый мгновенно в сказках мультфильмах на пластинках и очень как у которого не было ни одного звания не ничего вообще не было очень скромный был человек и комическая старуха ирина мурзаева который играла мать в простой истории мордюковой до который играл им очень многих быстрых смешных комических бабушек в яралаше тоже такая актриса без звания мощный режиссер была в театре глинского комсомола это вот лица но совершенно недооцененные что очень жалко сергей большое вам спасибо за это интервью хотим вам пожелать удачи в первую очередь здоровья и успехов вашей деятельности всего вам самого лучшего еще раз спасибо от всей нашей студии спасибо спасибо вам отсюда а